Мы приехали в Палайс Хэтлоу. Это дворец семьи Аранских. И сейчас мы ждем наше время экскурсии и немножко отдохнем, перекусим. Продолжение следует. Имена лошадей и даты их рождения. Здесь королевские лошади располагались. Особо привилегированных лошадей. Есть вот такие люкс-условия. С водичкой. И с еще водичкой. Наверное, с едой дополнительно. Вот эта выставка называется «В дороге с королями». И здесь автомобили, принадлежащие. Здесь форт. Здесь мы видим различные кареты, повозки, которые использовала королевская семья. И вот эта машина называется «Минерва» в честь богини. И здесь мы видим, что королева Беатрикс как раз использовала эту машину. И она до сих пор используется. Очень элегантный автомобиль. Периодически. И рядом мы видим всякие древности, санки. Все кареты очень элегантные. И вот такой «Мерседес». Должен бы стоять здесь, как бывшая собственность города. Очень элегантная карета. Хотелось бы прокатиться в такой. И здесь мы видим королеву Велименову. Она любила рисовать. И для нее сделали вот такую замечательную повозку. Ее отвозили сначала на Мишудях, а потом уже на этом зеленом «Мерседесе», который мы только что видели. И она любила рисовать с натуры. Вот такой домик. Даже с отоплением. Параллельский салон для рисования. Такие замечательные кареты использовались для торжественных мероприятий. И вот велосипеды королевы Елены. Этот деревянный велосипед изобрел в 1917 году немецкий изобретатель барон Карл Драйлс. И переназвал его «Ходящая машина». И после него его назвали «Драйзин». Это был прообраз первого велосипеда. Он был деревянный, весел 20 килограмм. И, конечно, был неповоротливый. Королева Бетчулиана хотела быть ближе к своему народу. И иногда использовала велосипед, который здесь рядом находится. Подходим, собственно, к дворцу. Палайз Хэтлоу. Он был построен в стиле барокко в XVII веке. И задумывался изначально как мужская резиденция. И все эти годы он являлся летней резиденцией королевской семьи. Сейчас мы с вами посмотрим, что же там внутри. Огромный дворец. После 960-х годов он был передан государству. И теперь это музей. Сохранены оригинальные интерьеры. Посмотрим, что внутри. Мы зашли, собственно, в парадный вход. Такая лестница наверх. Здесь мы встречаем кабинет. Дерево. Дерево очень много. Рядом с кабинетом. Канин в общую комнату. Королевские детали. Канин. Очень красиво. Перемещаемся в другую комнату. Более торжественную. Но тоже для отдыха. Оригинальные навески. Белюровые стены. Картины. Зеркала. Вероятная красота. Очень уютно. Могла бы здесь жить. Следующая комната. Более для отдыха. Мужская. Симба. Охота. Угловой диван, камин. Посмотрите, какая лопа. Нахуба теслана. Картина. На нашем тресле. И крокодил. Ещё одна мужская комната с охотничьими трофеями. И мы попадаем вот в такой переход. Лестница вверх. Двигаемся дальше. Скорее всего, это женская комната. С потрясающей живописью. И немножко в этническом стиле. И здесь собраны детские игрушки. Все детские забавы. Наверное, это была игровая комната для детей. Кукольный домик. С посудой. Шерма с королевским гербом. Камин. Кукла. Маленькая ванна. Маленькая ванночка. Красота. И вот. Такое ванно. С туалетом. Настоящая ванна. Настоящая мочалка. Ночередная гостиная. Желтая драпировка. Гошелописи. Конечно. Портреты. Семей. Мы немножко заблудились уже во дворце. Сейчас уточняем, по какому нам нужно идти маршруту. Попадаем в столовую. С камина. Вот мы поднялись на крышу. Чтобы посмотреть с высоты. Изобразится, да, нельзя на версал. Версасский сады. Сады уже. Все. Довольно размеренный. Не так много зелени. Большая ванна. Большая. Еще раз вид сверху с крыши. Здесь большая площадка. Все смотрят. И... Лакстон. Такие просторы. Прямо. Прямо. Утarat. Прямо. Целинь. Ряд. Большая. Ряд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok